Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Частер Элит, и здесь мы говорим об эксклюзивных часах, и сегодня у нас представитель коллекции Icon от производителя Морис Лакруа, и действительно, эта коллекция уже стала визитной карточкой компании, а сегодняшний 42-мм трехстрелочник стал воплощением уверенности и силы, и, сбегая вперед, скажу, что данная модель является одной самых удобных, которые мне когда-либо доводилось надевать на свое запястье, AI6008 SS002 331-1. Ну и взглянем поближе на наши часы, корпус стальной, смотрите, какое классное сатинирование, и особое внимание на полированную грань, она идет сверху, резко скашивается, переходит на браслет, описывает круг, точно также по боковым граням звеньев, и возвращается на корпус. Здорово исполнена, причем она и слева, и справа, справа еще массивная головка, брендированная, даже больше в размере, чем сам корпус, если не брать в расчет орант. Орант скошенный, полированный, сверху сатинированный, но, конечно, основным отличительным элементом ранта являются шесть парных угловатых, скажем так, звеньев, которые его захватывают. Они перешли сюда еще от старой коллекции Калипсо, которая появилась в начале 90-х и стала по-настоящему легендарной, но там эти парные звенья были более элегантные, более округлые. Формы имели, здесь же, на современный лад, они угловатые и резкие. Сверху часы накрывает плоское сапфировое стекло с антибликовым покрытием, устойчивый к повелению царапин, и, как мы видим, защищенная от различных боковых воздействий. По форме корпуса еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что она абсолютно прямая, мы это видим под углом, как раз таки, если сравнить с айконовским кварцевым хронографом, то там, как раз таки, форма корпуса немножко другая, она имеет обратный наклон. Но давайте уже перейдем к циферблату. Красота, гелиширование, парижские гвозди. Кстати, внешний ободок тоже не подкачал, обратите внимание, он матово-зеркальный, и в нем отражаются поминутные риски, которые расположились на внешнем круге циферблата. Причем, внешний круг, он по цветам также отличается, чуть более светлый, в отличие от основной части циферблата, красивый коричневый цвет. Ну и под стать этому цвету индексы и стрелки выполнены под розовое золото. Индексы длинные, двойные на 3, 6, 9 и 12, конечно, со светонакопителем суперлюминого. Он же и на стрелках. Часовая, минутная, остроконечная, со скосами, красиво исполнена. Ну а секундная, длиннющая, почти до края циферблат доходит, и с огромным противовесом, который подлиннее, чуть ли не в половину часовой стрелки. Под позолоту выполнена и рамка, окошко даты, в районе 3 часов, белый диск, превосходная читаемость на фоне темного циферблата. Под этим циферблатом у нас скрыт калибр ML115, автоматический калибр, как вы наверно поняли по этой надписи, и он доработан на мануфактуре Marisol Crua, сделан он на базе Selita SW200-1, 28800 полуколебаний в час и 38 часов запаса хода. Что самое приятное, в этих часах есть возможность на механизм взглянуть, благодаря прозрачной задней крышке. Это мы с вами сейчас и сделаем, потому что взглянуть здесь есть на что. На роторе обработка Женевские волны, брендирование, тут же информация о количестве камней, название этого механизма, SwissMate, на самом механизме жемчужное зернение, по бокам информация о материале стекла и корпуса, и о водонепроницаемости, которая здесь просто сумасшедшая для классических часов, 20 атмосфер, то есть они, можно сказать, дайверские, в них можно даже дайвингом заниматься. Ну и еще пару слов про работу с часами, головка здесь завинчивающаяся, ну оно и понятно, 20 атмосфер, как же без этого. Мы ее раскручиваем, попадая в нулевое положение, где можем вручную подзавести наши часы, и далее есть два положения для настройки даты и, соответственно, времени, стоп-секунда, срабатывает во втором положении. Так, у нас дата начинает перемещаться, стрелка, кстати, очень чувствительная, дата начинает перемещаться где-то в 11.30, ровно в 12 она перещелкивается на следующее число, и уже после этого выставляем текущее время. Например, 5 утра, и возвращаемся для настройки даты по часовой стрелке. А вот это супер-люминова, посмотрите, какая красота, особенно двойные индексы хорошо выделяются, с читаемостью никаких вопросов, красивый светло-зеленый цвет и выглядит приятно. И габариты приятно удивили, 50 миллиметров высота корпуса, диаметр 42, ну а толщина и вовсе 11, на мое запястье в 17 сантиметров сели идеально, смотрится органично, ну и браслет, который, как я уже сказал, максимально удобен, классно облегает руку, на запястье до 20 сантиметров подходит, брендирование, жемчурное зернение и на застежке бабочки, браслет также выполнен интересно, как и корпус, вот обратите внимание под углом, центральные звенья и боковые находятся чуть ниже уровнем, чем вот эта пара, классно, наверное, за счет этого он и выглядит так здорово, переходит в корпус, одно загляденье, конечно, браслет, а вес часов я бы назвал приятной тяжестью, он составляет 176 граммов. Универсальная модель, поскольку будет сочетаться отлично и с деловой одеждой и будет хорошо выглядеть, как каждодневная модель, здесь у нас и классические элементы, такие как гильеширование, стрелки элегантные и даже, я бы сказал, дерзкие спортивные элементы, опять же таки, вот эти звенья, которые обхватывают рант плюс браслет, поэтому у часов есть как сдержанность, так и характер. Думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что модель классно исполнена, исполнена внешне, здорово, это и обработка корпуса браслета, и то, как он выглядит, как он сидит на руке, как чувствуется, это и материалы, суперлюминого, в темноте светится превосходно, сапфировое стекло, ну и механизм, конечно, который скрыт под циферблатом, плюс мы на него еще и взглянуть можем, но лично для себя отмечу в первую очередь циферблат, гильешированный, красивый, коричневый цвет, здорово гармонирует с индексами и стрелками, здорово будет гармонировать, кстати, с коричневой, с темной одеждой. Помимо такого варианта есть еще классические цвета, черный циферблат и серый, и, кстати, модель стоит 143 500 рублей, это так называемый средний ценовой сегмент швейцарских часов. Из всех трех вариантов мне, конечно, коричневый больше всего понравился, он более универсальный, я думаю, что черный, серый, это уже действительно такая классика-классика, а вот коричневый уже позволяет несколько играться с одеждой, и если вы ищете часы и под костюм, и на каждый день, то этот трехстрелочник является прекрасным решением. И в конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых обзорах.